Всем привет! Я рада приветствовать вас на нашем вебинаре «Фантастические контенты. Как на нем заработать?». Кто сегодня у нас спикеры? Сегодня буду рассказывать я. Меня зовут Маша, я редактор блога Travel Payouts. И также у нас Сергей Кованов. Это контент-редактор биржи ETXT. Сначала я расскажу немножко о Travel Payouts. Вдруг здесь есть новички, которые или только что зарегистрировались, или даже еще, может быть, не зарегистрировались. И потом мы начнем рассказывать про контент, что такое фантастический контент и как же его распознать, где искать темы, как сделать контент-план, как найти хорошего автора. Во-первых, где искать и как найти хорошего автора на бирже копирайтинга. Это будет рассказывать у нас Сергей. И потом будем говорить о том, как монетизировать контент с Travel Payouts. Также вас ждет бонус от биржи ETXT. Ну и, конечно, ответы на ваши вопросы. Итак, о Travel Payouts. Что такое Travel Payouts для новичков? Это крупнейшая туристическая партнерская сеть. Мы сейчас объединяем более 220 тысяч афилиатов по всему миру и более 50 уже рекламодателей. Сегодня точное число было 58 рекламодателей по всему миру. Какие составляющие сайта вам важно знать? Это, во-первых, личный кабинет. В нем вы видите всю статистику по вашему заработку, по кликам и потому, что вообще происходит с партнерскими инструментами. База знаний. В базе знаний собрана вся информация о том, как подключить партнерские инструменты, как устанавливать виджеты, как настраивать, как установить white label и так далее. И, конечно, моя любовь. Это наш блог, где тоже очень много всевозможной полезной информации, интересных статей, новостей. Обязательно приходите, читайте. У нас практически каждый день что-нибудь новенькое. Итак, что же такое фантастический контент, о чем мы сегодня будем разговаривать? Фантастический контент – это контент, который нравится и людям, и поисковикам. В первую очередь, это контент для людей. Интересный, полезный, уникальный. То есть, как мы распознаем фантастический контент? Во-первых, он уникальный. То есть, статья такая, которой нигде больше нет. Как проверить уникальность? Есть инструменты у Adwego, Text.ru и, конечно, у ETXT тоже есть инструмент для проверки уникальности. Как раз в чате мне задавали этот вопрос, как понять, что автор не надергал куски из разных статей. Вот с помощью этих инструментов вы легко определите, надергал ли автор куски, откуда он их, собственно говоря, взял. Или он написал уникально. Мы обычно просим у своих авторов не менее 98% уникальности. Контент должен быть полезный. То есть, естественно, если мы пишем для людей, нужно думать о пользе для людей. А как поисковик распознает, что вы приготовили полезный контент? Ну, очень просто. Если пользователь перешел по запросу на ваш сайт, побыл там некоторое время и не вернулся обратно в поисковик с тем же запросом, значит, он нашел у вас ответ на ваш вопрос, значит, ваш контент оказался ему полезен. Все хорошо. Контент должен быть без ошибок. Естественно, какую-то там небольшую опечатку пользователи вам простят, но если у вас будут грубые ошибки, орфографические, компенсационные, то не избежать в комментариях агрессии по этому поводу. Чем проверять статьи на грамотность? Например, с помощью сервиса Орфограмка.ру. Он частично бесплатный. Там до 6 тысяч знаков можно проверять бесплатно, больше платно, но там какая-то очень небольшая стоимость, 100 рублей за 100 тысяч знаков, как-то так. Орфограмка проверит не только ошибки, но и красоту текста. То есть, например, может указать вам на тавтологию или еще что-то. Есть приятный такой инструмент Language Tool. Можно проверять в браузере. Можно установить расширение для браузера. Удобно проверять с помощью, например, письма. И есть расширение специально для Google Docs. То есть прямо в Google Docs устанавливаете это расширение и проверяете в Google Docs текст. Очень удобно. Английские тексты. Кстати, вот Language Tool он проверяет и на русском языке, и на английском. И специально для английского есть еще Grammarly.com. Тоже очень приятный сервис. У него тоже есть расширение. Тут не указала ссылку. Есть еще сервис Fluent Express. Если вы, когда пишете, сомневаетесь в каком-то правиле, то можно зайти в мой любимый сервис Instagram.ru. Я ей доверяю. Там собраны все правила. Мой любимый раздел справочник по пунктуации. И есть еще раздел справка, где можно задать свой вопрос и вам там на него ответить подробно. Хорошая статья, она легко читается. Как проверить статью на читаемость? Ну, во-первых, сервис Главред. Да, наверное, многие знают. Можно закинуть сюда статью, и он укажет вам, если у вас слишком много местоимений, если у вас слишком много канцеляризмов, то есть каких-то таких сложных слов, которые уместны, наверное, в каком-то супер там государственном документе, суперсерьезном, но явно не в тревел-блоге. Указывает на какие-то устойчивые, сложные выражения, на сложные предложения. И, в принципе, не обязательно вычищать текст, чтобы он был там 8-10 баллов по Главреду, но на что-то ориентироваться можно. Если вы что-то исправите с его помощью, то текст точно станет чище и легче. Во-вторых, текст можно прочитать вслух. Когда вы читаете вслух, если будете спотыкаться на каких-то предложениях и словах, это знак, что это лучше на что-то заменить. То есть приложение может сделать более короткими, слова заменены более простыми. Вы можете отложить текст на несколько дней и перечитать его позже. Вы уже взгляните свежим взглядом, и что-то, возможно, вам какие-то идеи придут, что можно исправить. Ну и какие-то особенно важные тексты можно даже дать почитать каким-то сторонним людям. Возможно, они вам что-то подскажут и расскажут, что изменить. И в хорошем тексте, конечно, картинки, которые не нарушают авторские права. Во-первых, изображения должны быть качественные, естественные, и не должны нарушать авторские права. Идеально, конечно, если у вас свои фотографии, или вы сотрудничаете с фотографами, путешественниками, которые поставляют вам как бы фотографии, ну или вы их берете на бесплатных фотостоках, но смотрите, чтобы права как бы соответствовали, либо на платных фотостоках. Но, естественно, есть какие-то лайфхаки, как любое изображение сделать уникальным, то есть что поисковик подумает, что изображение уникальное, вы можете их поискать. Но если вас найдет автор изображения, то вас, конечно, это не спасет, он все равно узнает свою фотографию. А если вы чувствуете, что вам не хватает каких-то редакторских навыков, кстати, сделаю пометку, что мы сегодня не будем говорить о том, как с нуля написать хороший текст. То есть у нас не курс копирайтинга, у нас скорее курс такого для редакторов, то есть чтобы вы понимали, какой текст хороший. И если вы сами пишете, вы сможете свои тексты улучшить, а если вы ищете авторов, вы сможете их проверить и объяснить им, что вам нужно, и отредактировать текст как вам нужно. Вот. И если вам не хватает как бы редакторских навыков, вы чувствуете, что вам нужно больше информации, можно пройти разные курсы. Например, Lifehacker.ru недавно вышел бесплатный e-mail курс «Инициал». Там такие вот основы редакторства. Можно подписаться на сайте, но ссылка тоже в презентации есть. И у Максима Ильяхова много всевозможных курсов. Тоже есть бесплатная рассылка, есть платные курсы, можно тоже что-то пройти. Я еще подписываюсь на всякие телеграм-каналы. Мои любимые – это Паша и его прокрастинация, умный броккель. Там всякие тоже интересные штуки есть по редакторству и правилам русского языка. Вот. Всем рекомендуем. Как же создавать фантастический контент? Начнем с того, где искать темы. Ну, как бы сюрприз не совсем из головы. То есть, естественно, ваш личный опыт очень важен и важно самому какие-то генерировать идеи. Но в первую очередь стоит заглянуть, конечно, старый добрый Wordstat и посмотреть, что интересно людям. Иногда вас может удивить, что либо вы поймете, что ваши идеи очень хороши, и действительно людям это интересно, либо вы удивитесь, что люди ищут совсем не то, что вы думали. Вот. У нас недавно прошел travel podcast affiliate summit, и на нем Олег Шестаков из Rush Agency рассказывал как раз много о том, как подобрать семантическое ядро для travel-блога. И вы можете уже посмотреть записи у выступления на нашем YouTube-канале или в блоге. Вообще пользователи не всегда ищут что-то сложное. То есть, не всегда нужно придумать какую-то супер-супер оригинальную идею, тратить на нее кучу времени и денег. Она может как бы не выстрелить. Иногда можно взять простую идею, но чтобы она у вас попала куда-то в топ, нужно ее улучшить. То есть, добавить ей ценности. И есть вот такая штука, как техника небоскреба. Это как раз о том, как взять хорошую статью, которая уже попала там в топ, и еще ее улучшить. Туда входит и дополнение информации, и форматирование, и продвижение ее по всевозможным каналам. Тут в презентации вот ссылки на наши статьи в блоге, где мы как раз подробно об этом рассказываем. Когда вы уже собрали идеи для статей, нужно, собственно говоря, составить контент-план. По контент-плану всегда лучше работать. У нас тоже есть классная статья про контент-план для блога на месяц. И там даже есть шаблон этого контент-плана, который вы можете использовать. Ну, я кратко расскажу о чем там. Во-первых, стоит распределить темы по рубрикам. То есть, вот вы придумали темы. У вас наверняка какие-то в блоге есть рубрики, или вы их там сейчас формируете и так далее. Распределите темы по рубрикам. Это важно, чтобы у вас каждый день выходило что-то разноплановое. То есть, чтобы вы не каждый день постили, например, фотки, вот, а чтобы контент был все-таки разноплановым. И вы сможете, кстати, темы немножечко, может быть, поправить заголовки, чтобы они подходили под рубрику. Определитесь с частотой публикации. Но оптимально минимум где-то должно быть, может быть, 2-3 публикации в неделю. Но это все зависит, в принципе, от ваших возможностей и от вашей аудитории. Это нужно уже как бы смотреть самостоятельно. И, в принципе, не нужно жертвовать качеством статьи в угоду чистоте публикации. То есть, допустим, у вас запланированы статьи, запланированы статьи каждый день, но вы понимаете, что не успеваете сделать качественную статью, лучше, наверное, сдвинуть срок публикации, но доделать ее. Но при этом не ударяться в перфекционизм, потому что, естественно, можно одну статью там месяц дорабатывать, и она все еще вам будет казаться недостаточно хорошей. Поэтому нужно находить баланс. Ну и составьте таблицу. Как я уже сказала, в статье есть шаблон. Вы можете им пользоваться. Вот. Он очень удобный. И теперь самое интересное, где же найти фантастических авторов, которые напишут все эти прекрасные статьи. В первую очередь, это знакомые, знакомые знакомых. Этот способ работает. Я им все время пользуюсь. Вспомните первое правило сетевого маркетинга. Вы пишите всех людей, которые могут быть вам полезны, которые могут каким-то образом знать авторов. Может быть, они работали в этой сфере. Вот. И вы можете так, в принципе, найти неплохого автора по рекомендации. Во-вторых, конечно, соцсети. Мы говорим про travel blog. Это значит, что классно, если автор еще и сам путешественник. Если у него есть какой-то личный еще опыт, и он может не просто там покопирайтить или написать что-то по вашему ТЗ, по вашим заметкам, но еще и что-то сам написать по своему личному опыту. Поэтому предлагаю искать в соцсетях, в группах там ВКонтакте, может быть, в Фейсбуке. И не только в группах копирайтеров, но и в группах путешественников. В конце концов, если вы не найдете там, допустим, автора, вы можете найти там какие-то интересные истории про путешествия, которые потом расскажете в своем блоге. В Телеграме сейчас очень много всевозможных каналов, где публикуют вакансии. Вы тоже там можете опубликовать свою вакансию. И опять же, там есть чаты путешественников, где можно поискать и авторов, и путешественников, у которых можно взять какую-то интересную информацию. Я вот выписала три Телеграм-канала, можете потом их посмотреть. Хедхантер. В принципе, почему нет? Если у вас есть возможность опубликовать там вакансию, многие авторы ищут вакансию на Хедхантере и могут найти вашу. И, в принципе, другие тревел-проекты. Вы наверняка наблюдаете за конкурентами. Если вам понравился какой-то автор, и у вас нет договоренности с автором проекта, с создателем проекта, что вы не ханите друг у друга людей, ну, почему вы не попробуете этого автора переманить к себе? И, конечно, биржа копирайтинга. Многие из вас как раз там и ищут. И сейчас я передаю слово Сергею, который расскажет нам, как же на бирже найти классного автора. Еще раз всех приветствую. Итак, сегодня мы поговорим о том, как же найти хорошего автора на бирже копирайтинга. Во-первых, давайте немножко поговорим, каким вы себе представляете идеальный копирайтер. Идеальный копирайтер – это не обязательно филолог, да, с пяти красными дипломами или научной степенью и сотними публикаций. В принципе, идеальный копирайтер – это именно тот, кто нужен именно вам, это эксперт по тематике ваших сайтов, которые пишут на доступном для аудитории языке, и по цене, которая стоит именно вас. Соответственно, вам нужно определить, кто точно вам нужен. Можно определить, да, что копирайтер подбирается по тематике и потребностям вашего сайта. Здесь же от особенностей вашего ресурса зависит, кто вам нужен – эксперт в одной сфере или эрудит с широкими знаниями из разных областей. Это быстрый пишущий автор или аналитик, который постоянно будет работать именно с вами, или исполнитель для разового сотрудничества. Если у вас нишевая площадка, да, то, соответственно, вам, скорее всего, понадобится эксперт. Авторские статьи здесь вам помогут быть, ну, скажем, более авторитетным в той области, в которой вы работаете. Ну, соответственно, копирайтер, сотрудничество с копирайтером здесь должно быть долгим, и оно будет уникальным. Если же у вас многостраничный инфа-портал, то из статьи, да, или новостей, или все вместе, то одним экспертам тут вряд ли обойдешься. Нужны именно копирайтеры, пишущие на разные темы, быстро и, соответственно, интересно. Итак, пойдем к тому, как найти нужного копирайтера. Соответственно, начинаем с технического задания. Именно с этого начинается подбор правильного копирайтера. Соответственно, объем текста, да, его уникальность, заспавленность и другие популярные показатели – это не только то, что не все, что нужно от копирайтера знать и требовать. Во-первых, это стиль текста и его значения. Во-первых, предъявить тему текста и напишите, в каком стиле он должен быть написан. И лучше, если вы разместите в техническом задании ссылку, где он будет размещен. Исполнителям важно понимать – это все оптимизированная статья или комического сайта, или заметка на функционный блок, или продающий текст для рекламного буклета. Чтобы составить ТЗ для копирайтера, да, соответственно, выкажите ссылку на ресурс, где он будет публиковаться, и включите ее в задание. Здесь же, кстати, можно описать требуемый стиль, там, эмоциональный, информационный или аналитический. Задача текста в зависимости от назначения, определяется и задача. Они могут быть… Это может быть заинтересовать посетителей, да, с сайта, подходит его к поиску дополнительной информации, будет сделать покупку и так далее. Это все нужно формулировать в ТЗ. Целевая аудитория. Здесь, в принципе, все тоже понятно, да. Один и тот же товар можно записать по… преподнести по-разному, в зависимости от того, как вы хотите о нем рассказать. Чтобы в тексте посылы были понятны, усвоены, с вашей целевой аудиторией, необходимо говорить на одном языке, да. То есть, поэтому в техническом задании лучше написать, описать портрет, краткий портрет вашего клиента. То есть, пол, примерный возраст, его вид деятельности и какие-то другие параметры, которые вы считаете нужными. УТП, да. Как известно, фразами «наш товар самый лучший в своей категории» и у нас самое высокое качество обслуживания. Все нужно, никому не убедишь, оно клишированное. Поэтому, если вам нужен продающий текст, лучше написать техническое задание в УТП. Да, объясните копирайтеру, в чем ваши конкурентные преимущества. Ну, и помните, что УТП должно быть основано на фактах и быть достаточно уникальным. Структура текста. Здесь тоже ничего сложного. Чтобы сайт и текст был привлекательным, да, и информационные статьи были читаемыми, интересными, нужно создавать иллюзию лучше коротких текстов. Да, как это работает? Информацию в тексте лучше раздробить на кусочки, да, в виде абзацев, сколько начать в черешкой. И разделить его на принципиальщики заголовки. Также можно прописать мини-план в техническом задании, да, в котором, каким вы видите текст, это тоже можно указать. Лишние слова. Здесь, в принципе, то, что понятно, чтобы не пришлось обвинять копирайтера, да, в том, что он идет в воду, можно поделить, что является водой, да. Это изобилие водных слов. Таким образом, однако, конечно, инструкции, конструкции клише, вроде в наше время очень актуальны, да, которые бывают, часто ставят в начале предложения, особенно. Это стало неотъемлемой частью нашей жизни, никого не оставят равнодушным и так далее. Это все нужно убирать. Вы также можете указать все лишние слова, да, чтобы не пришлось обвинять копирайтера, да, в том, что вы льете, что он льет в воду, да, или что он написал, какую-то ерунду, лучше сразу поговорить в ТЗ, что является водой, да. Это какие-то вводные слова. Таким образом, однако, конечно, какие-то конструкции, там, клише вроде никого не оставят равнодушным, да. Это какие-то избыточные перечисления, прилагательные, там, в стиле большой, блестящий, красивый предмет, да, что творит того. И, соответственно, если вы составите такой список вводных слов, да, вы можете его потом сюда использовать в своих ТЗ. Ключевые слова. Ключевые слова, да, здесь, в принципе, тоже все понятно. В техническом задании можно указать список ключевых слов, которые нужно вставить в текст. Особенно это важно для копирайтера, который пишет SEO-статью, естественно. Да, не забывать уточнять, сколько раз в каком виде нужно уточнять эти ключи, да, то есть это может быть точное или разбавленное. Еще что можно указать в ТЗ? Источники. Чтобы не растягивать, да, ТЗ на несколько вводных страниц, да, например, можете написать в ТЗ ссылки на источники информации, да, информации, источнику, с которой вы хотите брать. Можете, как, например, указать для копирайтера, какой ресурс вам кажется наиболее полезным с точки зрения информации. При этом большинство ошибок, да, представления ТЗ, они, казалось бы, банальные, да, и очевидные, но на деле именно их заказчики статей совершают чаще всего, и это влияет на дальнейшую работу с копирайтером. Немножко разберемся поподробнее. Обилие ключей. Многие до сих пор считают, да, что если в статье будет как можно больше ключевых слов, запросов, то сайт быстрее будет в топ. Мы, конечно, не эксперты в SEO, но предполагаем, что черный SEO уже давно в прошлом, и сейчас все усилия направлены именно на то, что контент был максимально полезным для читателей. Поэтому, соответственно, те же алгоритмы, да, поисковиков могут сфиксировать SEO-шный текст, и ваш текст может попасть под фильтр, баден-баден, выйти из-под которого будет практически невозможно. Возможно, но крайне сложно. И здесь же о топе в песковой выдаче можно будет забыть на долгое время. В итоге, да, вы потеряете и деньги, и время на исправление ошибок. Еще одна ошибка – технический текст. Несмотря на то, что многие сферы деятельности, да, требуют какой-то технически насыщенной информации или очень большой информации в одном месте, да, важно помнить, что статьи в любом случае должны быть понятны для читателей, это тоже стоит указывать в таком техническом задании. Ошибка сразу обо всем, здесь немножко поподробнее. Бывает так, что среди всех положительных качеств, да, вы не можете выбрать несколько и решать и написать обо всем сразу, да, с вами, например, товар или услуги. Так делать тоже не стоит. Почему? Просто потому, что люди просто устанут читать о ваших преимуществах и уйдут со страницы. У вас же главная цель – оставить клиента на сайте или какую-то свыше конверсию. Здесь выберите среди своих преимуществ самое редкое, а лучшее такое, которое вообще ни у кого нет. Конечно, если такого имеется, в принципе. То есть, грубо говоря, делайте упор на УТП. Четвертая ошибка популярная – 7-5 на неделю. Представьте такую ситуацию, что вы изначально согласовали структуру содержания статьи, а затем получили готовую работу, при этом все параметры были выполнены, и вдруг вы понимаете, что было бы здорово на тему написать что-то совершенно другое. А по правилам биржи, да, я думаю, не только наши, и по любой другой бирже вы все равно должны оплатить статью. То есть здесь нужно ценить время и свое, и время копирайтера. Статья как у конкурентов, но другими словами. Здесь, думаю, все понятно. Не стоит делать слепой рерайт, если заказывать слепой рерайт, особенно с одного источника. Желание получить те заказы, давайте посчитаем вместе, сколько времени уйдет на все. Это уточнение вопросов по техническому заданию. Нужно его согласовать с копирайтером, да, возможно, уже в личном общении. К копирайтеру нужно провести экспертизу, ему нужно писать саму статью, потом согласовать с заказчиком что-то, возможно, исправить. И до тех пор, пока статья не будет готова и согласован окончательно. То есть таким образом на данную статью уйдут как минимум сутки. Поэтому требовать готовую статью в день заказа, наверное, несколько нелогично, но если вы хотите получить действительно качественный контент. А шутка, седьмая шаблонность. В принципе, сами по себе шаблоны в техническом задании – это неплохо, и это даже одна из функций из биржи. Они, в принципе, помогают сэкономить время и быстро создавать при необходимости какое-то большое количество заказов. Но из шаблонов нужно брать те пункты, которые не имеют отношения к конкретному заказу. Например, это могут быть ненужные для копирайтера подзаголовки в техническом задании, как писать себе анкету, в котором будет написано прямо вопросом, кто будет читать ваши тексты, кто ваша целлюлевая аудитория, возраст, пол, достаток, род занятий и какая-то другая важная информация. Особенно будет забавно, если в таких вопросах подзаголовках не будет ответа. Но при этом слишком короткое ТЗ не нужно составлять что-то вроде объема 3000 знаков, уникальность не менее 95%, список ключевых фраз. Да, то есть потом не нужно удивляться, что вы получаете текст непонятно какой, да, и как его принимать, тоже непонятно. И чтобы на выходе не получился хороший продающий текст, лучше подробно записать инсульство для копирайтера. При этом и слишком длинное ТЗ – это тоже плохо. Это еще одна из постоянных ошибок для заказчиков. Если вы напишите тизайн на нескольких страниц, копирайтер просто будет занят в выполнении всех нюансов и вероятно тратит главное время написания текста, да, это непосредственно цель статьи. То есть самое необходимое для копирайтера, что нужно, это тема для какой источника, тип статьи, да, то есть, как мы уже обсудили, экспертная статья, статья руководства, текст-призыв, структура будущей статьи, да, в виде небольшого плана, источники, на которые можно ориентироваться, объем и процент уникальности, и возможно, какие другие сервисы для его проверки. И еще здесь же тоже хотелось бы отдельно проговорить, что не нужно говорить потом при общении с копирайтером о том, что в ТЗ все указано, да, лучше общаться с копирайтером по-человечески. Об этом тоже немножко поговорим чуть подробно. Итак, как же выбрать копирайтера из большого их количества? Итак, первое, на что можно обратить внимание, рейтинг, в принципе, это не только профессиональный опыт, а и стаж, и интенсивность работы исполнителя. Здесь не стоит сразу запоминать копирайтера, отметать копирайтера с недостаточно высоким цифрами статистики, да, автор просто может начать работать с сервисом относительно недавно, и при этом имея за плечами большой опыт работы в других местах, в других биржах, в копирайтерах. В отзывах также ничего сложного, да, это количество положительных и отцепленных отзывов о работе автора, их содержание. Не следует забывать, да, о том, что негативные отзывы люди оставляют неохотно, более неохотно, да, а положительные, да, в принципе, сэк. Белые черные списки, в которые добавлены автора, добавление в белый список означает, что исполнитель понравился заказчику, и он хочет с ним сотрудничать регулярно. Наличие же черных списков тоже оцените скептически, потому что если у автора не сложились отношения с комплектным работодателем, да, какие-то личные отношения, это не значит, что его работа не понравится и вам. Грамотность. Соответственно, на бирже и текстим исполнители могут пройти на тест на грамоте, специально подготовленные нашими модераторами, чтобы доказать свой профессионализм. Обратите внимание, что результаты прохождения теста отображаются в профиле автора, и, как правило, результат 80-90% может стать приемлемым. Кстати, кроме того, в тексте всегда можно дать на вычетку профессиональному копирайтеру на бирже. Корректно. Квалификация и специализация. Автор на бирже может выполнить тестовую работу, но умение писать в определенном типе работы, да, это либо копирайтинг, рерайтинг, SEO-копирайтинг и переводы. Полученная квалификация отображается в количестве звезд, соответствующей технике написания, да. И кроме этого, сами авторы могут указать, на какие-нибудь темы они предпочитают работать больше. И немножко подробнее остановимся на портфолио. Да, у каждого автора на бирже есть возможность добавить статьи к себе в портфолио. Не каждый этим пользуется, но уже это может даться показателем при выборе. Вкладка портфолио есть в профиле всех авторов, да, обратите внимание, если добавлено статьи, если копирайтера много, можно выбрать нужную вам тематику с помощью специального фильтра. То есть, здесь видно, да, что у копирайтера несколько работ. При этом, ну, стоит упомянуть, да, то, что грамотный копирайтер добавляет в портфолио тексты на разные темы, да, в разных стилях. Это позволяет показать мастерство со всех сторон его, да, и найти больше заказчиков. Зайвка на выполнение. Да, обратите внимание, с каким комментарием подает заявка на выполнение автора, да. То есть, например, заказ на тему, да. Это пример плохого, соответственно, заявки, да. То есть, здесь ничего не понятно, напишу, напишу работу, автор никак себя не выделяет. То есть, при этом, пример хорошего. Хорошие заявки. Да, автор пишет о том, что он проведет небольшой рерайтинг, небольшой, соответственно, части, да, который, заказ, который вы делаете. Пишет, как бы он построил текст, он пишет, каким должен быть обзор, то есть, да, каким он видит этот текст. Все это лучше учитывать при выборе копирайтера. Приобщение с копирайтером. В принципе, помните о том, что, да, что копирайтер – тот же самый человек, что и вы, да. И поддерживаясь обычных правил делового общения, да, это деловая айтику, да, не критикуйте ни автора, да, а статью, которую он пишет. Указывайте на плюсы и на минусы статьи, да. Для копирайтера это очень важно, чтобы ему указывали, в том числе, и на плюсы. И в дальнейшем это может повлиять на вашу, возможно, двустороннюю работу. Не определайтесь к единичным, да, мерким каким-то ошибкам, какие они могут быть. Не избегайте оценок, да, ну, это, в принципе, просто самое, что мы говорили. Говорите прямо, да, не увиливайте от ответа, там, что мне бы хотелось бы так лучше говорить прямо. Принимайте заказ не более чем с третьего раза. Это не обязательно требование, но просто это правило деловой айтики. И вставайте на месте копирайтера. Также помните, что у копирайтера тоже должен соблюдать какие-то правила общения, да, которые должен внизу подобрать качественные прилагательные, да, в основном без необходимости. То же самое деловая айтика. Давайте понять, что внимательно ознакомимся с задачей, и не просто кину заявку, да, то есть это как на то, что разобрали, что заявка – это подробная заявка. Не то, что напишу за вас, или просто текст, заявка без текста. Это плохо. Оказывайте сферу работы, в которой вам она более компетентна. То есть это те же самые специализации, которые мы обсуждали. Немножко остановимся поподробнее про тестовое задание для копирайтера, как его можно оставить на бирже. То есть, да, тестовое задание, как само по себе, позволяет поделить, в первую очередь, на то, подходит ли автор для вашего ресурса по стилю написания. Так что, по большому счету, наиболее важный показатель при работе, да, то есть оценить, насколько близок копирайтер именно к предстоящей работе. Вы можете дать тестовое задание, связанное непосредственно с проектом, на котором он будет работать, либо это может быть на основном, когда, помимо этого, это небольшая инфекционная статья на свободную тему. Итак, да, то есть это может быть какая-то программа большей статьи, либо лицензия на любимый фильм или книгу, да, лицензия на сайт или товар и услугу, перевод написанный на иностранный язык. Все, что вам придет в голову. Это может быть какая-то биография автора, да, либо статья на какую-то свободную любимую тему вашего или копирайтера. Напишет облицовывается мультизаказом, да, то есть можно создать мультизаказ. Это гораздо эффективнее, да, можно создать, это одно типовое задание, которое создается от нескольких авторов одновременно, то есть, например, да. При этом, ну, здесь нужно помнить, что оптимальный объем от 500 до 1000 символов тестовая работа оплачивается отдельно, да, то есть она тоже оплачивается, и многие заказчики думают, что тестовое задание входит в часть работы, но нет. И также к тестовому заданию придется все те же потребования, что и для обычных статей и заказов. Также должен быть небольшой план, также должны быть небольшие ключи, должны быть небольшие вводные слова. Все нужно указывать. В принципе, на мой взгляд, да, гораздо эффективнее оформить мультизаказ с объемом 300 символов для 10-10 авторов, и копирайтер в таком случае охотно возьмет задание, и вам не придется тратить время на личную переписку. Да, дальше, кстати, попробуйте. Итак, сколько же стоит хороший автор на бирже? Я видел вопросы в начале выступления на эту тему. Но вообще первое, что нужно помнить при установке цены, это то, что копирайтеры – это обычные люди, которые также хотят спроведать свои работы, да, и если платить слишком мало, то есть риск пропустить эксперта, который нужен именно вам. Он просто не подаст заявку на ваш заказ, потому что цена его не привлечет. Цена на заказ, да, зависит от, по большому счету, трех факторов. Во-первых, это тематики. Чем хуже и сложнее ниша, тем дороже копирайтеры. Например, самые дорогие на бирже – это заказательные базы, налоги, экономика, да, то есть для нужной именно профильное образование. Во-вторых, цена на заказ зависит от стиля текста и его жанра. Например, средняя цена на пресс-релиз или рекламную статью составляет около 150 рублей, а инфостатья может срабатись примерно от 25 рублей. То есть и в-третьих, это зависит от опыта копирайтера, да. При этом здесь еще нужно понимать, что средний тариф опытного автора не менее 100 рублей за 1000 знаков текста, да, то есть новички берут гораздо меньше. Однако такая зависимость не всегда бывает прямой и безоговорочной. Например, исполнитель со стажем может делать скидки на свои услуги для привлечения новых заказчиков. Поэтому, как мы уже ранее сказали, дорогой копирайтер – это не обязательно хороший копирайтер. Вот, на этой ноте предлагаем, мы от компании BGTXT дарим промокод на 500 баллов. Промокод отрыво19, страничка для активации, возможно, сейчас скинем в чат. Промокодами можно оплатить услуги корректора, можно оплатить проверку уникальности текстов по него в очереди, подъем заказов, чтобы выделить заказ, да, и быстрее исполнителям он будет подражаться в предыдущих заказах над основным списком, и подъем убедения, чтобы в системе проще и быстрее нужно найти копирайтера или заказчика. Спасибо большое, Сергей, за такие полезные советы. Я теперь тоже точно буду лучше искать авторов на бирже. А мы переходим к нашей следующей теме, к нашему следующему разделу. Как же монетизировать фантастический контент? Вот вы все написали. Как же его можно монетизировать вместе с trial payouts? У всех рекламодателей есть обычно три инструмента. Первый, самый популярный – это партнерские ссылки. Вот тут указан пример партнерской ссылки. Вот такая она длинная и страшная, когда увидите ее в админке. Но, кстати, очень важно писать эту ссылку, генерировать ее правильно, пользоваться нашим генератором ссылок и размещать ссылки в тексте. Какие есть рекомендации по размещению ссылок, чтобы она была эффективной. Кстати, после того, как я расскажу про инструмент, у нас будет небольшой интерактив. Мы с вами... Будут практические задания по определению эффективности инструментов. Так что не расходитесь. Итак, что же... Как же оформлять ссылку, чтобы она была эффективной? Ну, во-первых, выделить ее очевидно. Вот тут выделена она синим цветом. И, во-вторых, нужно иногда объяснять, что это ссылка. То есть не просто дать на какие-то... Какие-то выделить слова, а пояснить, что, например, по этой ссылке вы можете посмотреть дешевые авиабилеты. Особенно это касается проектов, где аудитория постарше. Например, кстати, если вы введете, например, блог в Яндекс.Дзене, то там аудитория от 40 лет самая широкая. Вот. Поэтому там... И там можно пользоваться только партнерскими ссылками в качестве инструментов. И там вот их надо выделять. На Travelpayouts Affiliate Summit Владимир Друганов, наш аффилиат, много рассказывал про Яндекс.Дзен. Тоже видео, по-моему, уже есть на нашем канале в YouTube. Смотрите. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Следующий классный инструмент — это виджеты. Виджеты есть поисковые формы, есть виджеты экскурсий. Какие советы есть по размещению? Во-первых, размещать виджет на первом экране. Но не всегда нужно размещать виджет прямо вверху экрана, потому что во всех виджетах Travelpayouts настроена по умолчанию асинхронная загрузка. И если вы ничего не будете менять, и если пользователь, например, просматривает с мобильного устройства вашу страницу, то виджет может не успеть прогрузиться иногда на плохом интернете, и пользователь просто его не увидит. Но если виджет будет расположен где-то там после пары абзацев, то он уже успеет загрузиться. Подбирайте виджеты, соответствующие контенту. То есть виджет должен быть релевантным, про что вы пишете. И тут же, допустим, вы рассказываете там про дешевые авиабилеты. Тут же у вас календарь низких цен, допустим. Это хорошо работает. И предзаполняйте виджет. Вот тут на самом... на картинке как раз предзаполненный виджет. То есть мы рассказываем, как добраться там из Братислава в Вену, и сразу заполнили, откуда выезд, куда прибытие. И пользователь остается только там кликнуть, перейти на сайт, чтобы купить билет. И следующий инструмент — это баннеры. Баннеры — не самый эффективный инструмент. Они скорее работают как дополнение. То есть не нужно просто засыпать статью, там, страницу баннерами и ждать, что произойдет чудо. Но как бы не произойдет, скорее всего. Размещайте баннеры как дополнение к статье. Вы сделали статью, у вас там ссылки, у вас там виджет, и сбоку какой-то баннер, который как бы дополняет, и это все выглядит как единое целое. И теперь переходим к нашей практической магии. Давайте вместе с вами поопределяем, эффективно ли размещены инструменты. Я сейчас буду показывать картинки. И там будет размещен какой-то партнерский инструмент. Во-первых, напишите, пожалуйста, какой партнерский инструмент вы видите. А во-вторых, как вы думаете, будет ли он работать эффективно. И вот первая наша картинка. Напишите, какой здесь партнерский инструмент, и достаточно ли эффективно он размещен. Да, верно, здесь размещена ссылка. Да, неэффективно. Вот у меня коллеги помогают. Почему неэффективно? Напишите. Я здесь вижу, какую неэффективность. Это, что, во-первых, она не очень очевидно выделена, то есть непонятно, то ли автор как бы просто подчеркнул эти слова, то ли это ссылка, да, то есть не совсем очевидно, ссылка, не ссылка. И да, можно, скорее всего, написать название экскурсии, вот, и как-то дополнить, что вот переходите, вот там экскурсия, и вы можете зарегистрировать. По этой ссылке вы можете купить экскурсию, зарегистрироваться на экскурсию и так далее. Смотрим на следующую картинку, что здесь и что не так. Да, 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 все верно, тут мы как бы налепили баннеров, и, скорее всего, по ним никто не кликнет. Ну, какие-то клики, возможно, будут, но их будет, скорее всего, мало, потому что непонятно, тут вот пишем мы про Прагу, экскурсии куда-то в другие города, непонятно, что это, и страница выглядит замусорена, действительно. А вот, кстати, да, хороший поинт, баннер обрезается блокировщиками рекламы, так и есть, кстати, да, что это тоже важно, действительно. И следующая картинка, как вам, какой здесь инструмент, и как вам кажется, хорошо ли он размещен, эффективно ли он будет работать? Да, тут размещен виджет, и как вы думаете, будет ли он эффективно работать? Ну да, мне тоже кажется, что он вполне эффективный, то есть мы тут рассказываем про то, что можно полететь пакетным туром, и это выгоднее, чем в самостоятельной путешествии, и рассказываем, что во время низкого сезона можно найти привлекательные приложения, и тут же у нас календарь низких цен, где эти самые привлекательные приложения можно посмотреть, и увидеть сразу стоимость тура на низкий сезон, и понять, подходит ли это, и перейти к покупке. Так, а вот это вот, что у нас здесь, и эффективен ли этот инструмент? Ну да, все верно, это виджет, и он, конечно, неэффективен, потому что он как бы... Говорим про трансфер, ищем билеты. Ну все верно, да, то есть мы тут уже говорим про трансфер из аэропорта, и если человек пришел на эту статью, скорее всего, ему уже нужно трансфер заказать, и тут было бы, естественно, логичнее разместить уже виджет поиска трансфера, может быть отзыв, виджет отзывов о трансфере, но никак не поиск авиабилетов, потому что авиабилеты, скорее всего, уже есть, да. И последняя, последняя задача, что у нас здесь размещено и эффективно ли? В общем, да, в принципе, думаю, что этот виджет может работать вполне эффективно, потому что тут мы вроде говорим про топ-капы, про дворец, да, и экскурсии соответствуют этому, собственно говоря, дворцу. Все эти экскурсии, они с посещением этого дворца, в принципе. Вот, так что думаю, что он должен работать. Но вообще, конечно, конечно, всегда инструменты надо тестировать, то есть, что мы советуем всегда всем партнерам, нужно обязательно проводить тесты, посмотреть, анализировать, замечаете, плохо работает, пробовать другие варианты, советоваться с нашей там службой поддержки и с рекламодателями напрямую, то есть наши рекламодатели тоже приходят к партнерам, к афилиатам и дают им советы как лучше. Были как раз кейсы о том, что ссылки там совершенно не конвертили. Пришел наш рекламодатель и сказал, давайте попробуем вот так. Афилиат долго сопротивлялся, в итоге они все-таки сделали по-другому, и все стало гораздо лучше. Так что все время пробуйте и экспериментируйте. Ну что же, на этом наш вебинар закончен. Спасибо вам большое, что были с нами. До свидания. Спасибо, Сергей, вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.